Те, кто до сих пор считают, что в библиотеке ходят только за книгами и журналами, ошибаются. Здесь не только учатся уму-разуму, но и отдыхают. Ежегодно городская библиотека присоединяется к масштабной всероссийской акции «Библия-ночь». В этот день хранители книг работают по необычному графику. Они открывают двери учреждения для читателей в вечернее время и дают ребятам возможность повеселиться и завести новые знакомства. Развлекательная программа продолжалась на протяжении четырех часов с шести до десяти вечера. Для подростков работали разнообразные площадки. Юноши и девушки сразились в поэтическом батле, порезвились в русских народных играх, посетили театральный капустник, изучили темные коридоры дома культуры и устроили танцевальный разгруз. Впервые в библиотеке была оформлена фотозона «Книжная полка», подготовленная Екатериной Нефедевой. Яркие снимки на память о Библии о тусовке ребятам подарила фотограф Наталья Маврина. Каждый участник мероприятия нашел себе занятие по вкусу. Больше шанс где-то рядом, используй его, Ведь кому-то нужен здесь, кроме себя самого. Пророк, брошюра, шоколад, рестарт, ресурс, квартира, рессора, лампа, ящик, стул, прораб, ресурс, придира. Что? Если кто-то знает частушки, поет частушки, но вы, соответственно, снимаете и съемте. После завершения работы всех площадок прошла церемония награждения. Всех, кто помогал в проведении акции «Библия ночь», отметили благодарственными письмами. В это же время состоялось торжественное вручение сертификатов участникам тотального диктанта, который прошел на базе библиотеки 14 апреля. Честно говоря, серьезные испытания. За 40 лет можно забыть все правила, все запятые и все такое прочее. Диктант был сложный по пунктуации. Когда я получила 4, это было достижение для меня. Спасибо всем! Завершилась «Библия ночь» на улице. Участники акции запустили в небо белые шары. А для маленьких читателей Верхнеральска прошли «Библия о сумерке» в детской библиотеке. Можно с уверенностью сказать, что это мероприятие у юных горожан – одно из самых любимых. Это доказывает и число участников. С каждым годом их становится все больше. Днем здесь тишина и покой. А ночью... Кто знает, что здесь происходит, когда закрываются двери, и гаснет свет, и не остается ни души. Детская библиотека находится в старинном здании, которое построил Верхнеральский подрядчик Поликарп Сафронов. Ребят привлекает таинственность этого места. К тому же библиотекари постоянно подогревают интерес читателей различными страшилками и загадочными фактами. Каждый читатель мечтал скорее спуститься в темный холодный подвал или побродить по чердаку. На этот раз читатели прошли увлекательный квест под названием «Приключения в библиотеке». Все задания были не только веселыми, но и познавательными. Что толку книжки, если в ней нет ни картинок, ни разговоров? Не знаю-ка. Не знаю, чьи фамилина. Думайте, думайте, думайте. А за ребёнка рыжка на комнату, там нет картинок, я знаю. Конкурсы, викторины, мастер-классы. Ребята провели время после уроков интересной и с пользой. Яркие эмоции подарили участникам «Библиосумерек» танцоры коллектива «Микс» в студии танца и фитнеса «Диагональ». Помощь в проведении мероприятия оказали родители читателей и педагоги Дома детского творчества. Совместными усилиями удалось провести такой прекрасный детский праздник.